В селе Ермолино Ленинского района на горе возвышается каменный храм святителя Николая Чудотворца. Первые упоминания о нем относятся к началу 17-го столетия. Разрастающийся город Видное вплотную приблизился к церкви. Настоятель Никольского храма Виктор Естримский рассказал о совместной работе по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, живущих в микрорайоне Радужный, который ближе всего расположен к Ермолинской церкви. Никольский храм в селе Ермолино – один из немногих храмов Подмосковья, которого не коснулись политические бури. Он никогда не был закрыт ни во времена революционных свершений 17-го года, ни во времена всеобщей коллективизации, когда приходы использовались под хозяйственные нужды, ни в дальнейшие советские времена. Но одного из настоятелей церкви Владимира Нарского, служившего в ней около 40 лет, постигла трагическая участь. С приходом советской власти отец Владимир Нарский был осужден и его выслали за сотый километр. По доносу, как это очень часто практиковалось в 30-е годы, в 28-м году отец Владимир был заключен в тюрьму. И решением тройки НКВД был приговорен к высшей мере наказания за якобы антисоветскую пропаганду. Особенностью Никольского храма является то, что в нем отмечается подряд два престольных праздника. 19 декабря память святителя и чудотворца Николая. И на следующий день, 20 декабря, мы совершаем также празднование престольного праздника в честь преподобного Нила Столобенского. На престольные праздники в храме собирается большое количество людей. К селу Ермолино вплотную уже приблизился город. Новые дома, микрорайоны уже окружают наш храм. Так что в скором времени храм будет в центре микрорайонов. И, безусловно, этот факт накладывает на нас определенную ответственность за тех новых прихожан, которые уже приходят к нам. Чуть менее года назад началось сотрудничество по духовному воспитанию жителей со строительной компанией «Сити 21 век», дома которой, микрорайоны Радужные, располагаются недалеко от храма. В частности, они предложили окормлять военно-патриотический спортивный клуб, который существует в микрорайоне. Также те праздники, которые проводятся представителями строительной компании, проводимые в микрорайоне, мы также принимаем в этих праздниках участие. Затем родилась идея установить детскую площадку у храма. На средства строительной компании, на месте бывшей начальной школы, она уже смонтирована. К весне здесь будет большая песочница, окраждение и зеленое насаждение. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.